приветствую дорогие друзья на связи снова сергей черников все компании суперсмм и сегодня у меня потрясающие новости мы сделали обновления модули секретарь и модули поздравления мы знаем что если отсылать одно и то же сообщение много раз подряд то вероятность бана повышается так вот мы сделали рандомайзер секретарей поздравления для того чтобы ваше сообщение всегда были разными и возможность бана была практически вообще сведена к нулю и сейчас я хочу вам показать демонстрации экрана и покажу вам как и где это делается и так демонстрация экрана и перехожу итак друзья мы видим профиль мы видим к босс включаем его сразу скажу что для тех у кого нет суперсмм в кого сил здесь есть кнопочка дополнительные функции человек нажимали не видит что есть еще можно установить и попадет на установку суперсмм для тех кто уже установлен суперсмм естественно итак давайте посмотрим сначала секретаре как это работает нажимаем на настройки секретаря и сейчас по умолчанию вот так вот к примеру мы настраиваем сервис чтобы он всех отправлял подписчики но при этом отправлял и сопроводительное письмо для того чтобы стук допустим я так делаю всех отправляют изначально подписчики но случай если человек отвечает на мое сообщение и у нас идет делу это добавляем у друзья тем самым я ставлю отправлять всех подписчики но при этом отправлять приветственная благодарность называется и здесь появляется вот текста подписчиков и тут можно написать. Теперь, друзья, здесь как? Здесь было можно смайлики поставить, макрос имени. А теперь вопросик такой это добавить случайный текст. И, к примеру, первое, что может быть, мы здороваемся с человеком. Правильно? Можно сразу добавить разные приветствия. Нажимаем на это и ставим, к примеру, что? Здравствуй. Ой, капсом пишу. Здравствуйте. Приветствую. Ну, там, к примеру, 30 просто привет. Привет. И что мы делаем теперь? Добавляем. Закрываем. Как мы видим, здесь в поле здравствуйте, приветствую, привет. Дальше мы можем уже вставить макрос имени. Чтобы поприветствовать. То есть, в таком случае, рандомайзер будет каждый раз по-разному приветствовать человека. Первый он скажет ему, здравствуйте, второму приветствую, третьему привет. И так далее, и так далее. То есть, рандом будет работать. Дальше мы можем написать какой-то другой текст, к примеру. Я занимаюсь СММ. И тут дальше вы можете поставить, а вы чем, а чем вы занимаетесь, и так далее, и тоже поставить рандом, к примеру. там, а вы чем, а что вас интересует, а какие у вас интересы. И добавить. И мы видим, что здесь появляется, а вы чем, а вы чем, то есть, и каждый раз будет рандомайзер по-разному приветствовать человека. Итак, запускаем секретаря. Сейчас выключу. Я перейду на свою страничку и попрошусь к нему, друзья. То есть, просто может быть, это добавится в течение 10 минут, потому что тоже дайминг. И не факт, что сразу добавится. Но я вам обязательно покажу, потому что пока я буду объяснять, это все, я добавлюсь к нему, друзья, попрошусь. И секретарь в какой-то момент отработает и покажу. Так, пока, в общем-то, секретарь там будет работать, и включаться он примерно 10-15 минут будет обрабатывать эту заявку, чтобы не сразу всех подряд. Это тоже, чтобы был исключен риск бана. Если человеку будет сразу прилетать сообщение, в момент добавления друзья, это будет подозрительно смотреться. Вот. Пока покажу, как это же работает и поздравление с днем рождения. Заходим в модуль поздравления. Включаем его. Так, секундочку, я сейчас нахожусь на своей, вот сюда перехожу, чтобы с рабочей странички захожу в поздравление. И здесь есть эти дни поздравляю с днем рождения. Вот это можно вырезать, к примеру. И, то есть, поймем то, что можно мужчинам, можно женщинам отдельно. На примере, как для всех, буду делать сейчас. То есть, здесь мы можем вставить что-то другое. То есть, по имени мы обратились, а здесь вставляем разные. Поздравляю с днем рождения. С дире. Ну, сейчас так вот просто вы уж пишите свое. С дире. С твоим днем добавить поле. Видите, появилось это поле. Дальше мы можем добавить еще пожеланий всяких, тоже рандомных. Желаю тебе... Дальше опять включаю рандомайзер, дебе. Всего самого лучшего. Там всего самого свет, добавить поле. Там, то есть, и поля можно разный добавляться, погодно. Желаю тебе бабула немерено. Ну, то есть, вот таким образом также добавляем рандомайзер. И мы видим, что здесь будет потихоньку, то есть, желаю тебе первым, желайте всего самого наилучшего, либо желайте всего самого светлого, либо желаю тебе бабула немерено. То есть, и каждый раз, запустив поздравления, человека будет поздравить с днем рождения разными разными текстами. И также тексты будут разные, то есть, имитация действительно ваших действий, как будто человек пишет, а не просто шаблонно все копировать, ставить. То есть, все приветствия будут разными. Вы можете сделать универсальный большой текст с разными текстовыми нагрузками, с разными смыслами. Это будет потрясающе смотреться. Вот. Рекомендую пользоваться рандомайзером в поздравлениях. Ну, и, конечно же, в секретаре. В секретаре это вообще в первую очередь нужно сделать рандом, для того, чтобы эти все тексты были уникальными, и люди понимали, что это не бот пишет, к примеру, а хотя ничего плохого в этом действительно и нету, но тем не менее будет прикольно, когда они будут разные. Это наша кредо, да, ваша безопасность. и поскольку мы переживаем именно за вашей личной страничкой, потому что мы понимаем, что многие благодаря своим страничкам зарабатывают деньги, они очень раскручены у вас и так далее, поэтому мы максимально делаем все, чтобы вам было безопасно. Сейчас перейдем на мою страничку, посмотрим, приветствую сообщение, вы сказали мне или нет. Ну, пока нет. Я вот сейчас покажу на тест, мы тут делали тесты разные, и вот здесь присылается как, видите, приветствую нашу, рад видеть, и я просто ставил цифрами, чтобы понимать, что это рандом сработало. Видите, рад видеть, 4, дальше, а чем вы занимаетесь, что вам интересно, 2. То есть вот так вот рандом будет срабатывать, то есть вставлять где нужно разные фразы, тем самым у вас все тексты будут практически уникальными каждый раз. Вот такая вот штука, друзья, рекомендую использовать, рекомендую, в конце концов, уже скачивать скорее VKBOSS, пользоваться им, потому что, напомню, 3 дня у нас все равно бесплатно, вы можете пользоваться 3 дня на максимальном тарифе, плюс мы его постоянно усовершенствуем. Вот сейчас рандомайзер добавили, он уже работает, то есть вы можете использовать рандомные сообщения, скоро добавится автолайк VKBOSS по хештегам и по ключевым словам, то есть не просто искать аудиторию где-то в группе, а прям сразу забивая ключевое слово, наш сервис сам найдет нужные посты с этими словами и будет их лайкать. Также уже буквально к концу этой недели, скорее всего, мы запустим, как вы и просили, рассылщик, то есть аналог сендера. Мы пока еще не знаем, как мы будем группировать и собирать это в базах конкретные, но то, что уже элементарный рассылщик, элементарный сбор, сбор целевой аудитории и отправка сообщений автоматом, она уже будет работать и думаю, что к концу недели уже поймем, как это формировать в группу баз, чтобы вы могли формировать эти базы и потом им делать отдельные рассылки. То есть, друзья, рандом работает, автолайк, вот буквально сейчас у нас ведущий программист переписывает полностью, он вообще в принципе полностью переписывает весь ВК-босс и буквально еще пара дней те проблемы, которые у вас возникали, уже их не будет. Рандом работает, автолайк по ключевым словам, по хэштегам скоро будет, рассылщик скоро появится, но рассылщик это будет функция супер СММ, а не в ВК-боссе. Рекомендую пользоваться и тем, и другим, для того чтобы повышать свои конверсии и помните, друзья, мы работаем, чтобы вы отдыхали, качайте, расширение, устанавливайте, экономьте время и деньги. До новых встреч, пока-пока, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова